приветствую вас дорогие друзья и так исходя из ваших запросов я решил поговорить по опционам потому что очень многие спрашивают как можно использовать опционные страйки улыбку волатильности функцию выплат крупные опционные сделки которые проходят на опционном рынке в торговле фьючерсом конечно же как вы уже успели заметить рынок опционов неотъемлемо связан с базовым активом и оказывают на него непосредственное влияние если посмотреть открытый интерес по опционному рынку здесь вы видите что достаточно большое количество колов и путов открыто на данном рынке то есть вот по колам сейчас например на нефти 310 тысяч контрактов по путам 213 тысяч контрактов то время как общий открытый интерес по базовому активу 393 тысячи шестьсот двадцать контрактов то есть суммарно получается по опционам больше контрактов чем по базовому активу конечно же в деньгах это гораздо меньше это очевидно но тем не менее довольно значимо многие используют опционы в своей торговле по той простой причине что вы покупаете платите фиксированную стоимость и в итоге ничем не рискуете только вот этой премии за риск которую вы заплатили получается что вы покупаете путы хеджируете свои позиции к примеру по фьючерсу либо же вы спекулянт и не хотите чтобы ваш стоп лосс срабатывал все время вы тоже платите фиксированную стоимость и по сути ваша прибыль может быть не ограничена в этом случае потому что опцион может стоить довольно дешево и взлететь в стоимости даже не то что на 10 20 процентов бывает даже на сотни процентов а к экспирации когда стоимость опциона очень маленькая и любое движение цены может удваивать утраивать стоимость опциона то прибыль на вложенные средства может превышать даже тысячи процентов были такие ситуации потому опционы они интересны как для хеджеров чтобы контролировать свои риски и также интересны для спекулянтов потому опционы рынок часто используется и конечно же маркет мейкер в основном выступает продавцом опционов если говорить об опционах в деньгах то помимо своей стоимости вот этой премии за риск они еще имеют свою так скажем внутреннюю стоимость если бы вот например вот эта крупная сделка это было открытие позиции 225 контрактов по страйку 80 то соответственно кроме премии за риск этот опцион еще добавлял бы в стоимость разницу между ценой на базовый актив в момент совершения сделки ценой страйка то есть получается если сделка вот здесь совершилась на тот момент цена на базовый актив у нас было 82 доллара а страйк 80 разница на один контракт тысячу долларов вот то есть получается что когда опционы покупаются в деньгах то они в себя включают вот эту разницу между текущей ценой на фьючерс и ценой страйка преимущество данных опционов что они не так быстро теряют стоимости не так быстро обесцениваются как опционы которые проходят которые вне денег они на гораздо дешевле но их стоимость очень сильно быстро падает чем ближе к экспирации чтобы понять открытие новой позиции произошло или закрытие старой позиции потому что если старую позицию закрывает к примеру по 80 был куплен колл и сейчас он закрывается соответственно это тоже получается сделка совершается по опциону в деньгах но вот если страйк довольно далеко обычно это закрытие позиции если же страйк довольно близко вот к примеру вот здесь 85 то есть получается страйк довольно близко к текущей цене это открытие позиции то есть открытие пута в размере 219 контрактов здесь же получается скорее всего было закрытие колов 225 контракта и здесь тоже страйк 80 скорее всего это закрытие позиции закрытие колов то есть получается что кто-то хеджировался от роста нефти возможно хеджировал свои шартовые позиции либо же просто рассчитывал на рост нефти и закрыл свои колы с прибылью если взять вот эту сделку мы видим что на страйке 80 не было добавления открытого интереса когда происходит добавление открытого интереса мы это можем видеть вот на конце страйка такое затемнение то есть если обычно заливка 50 процентов то при добавлении сто процентов также мы можем посмотреть правом нижнем углу что к примеру на страйке 87 прошло добавление открытого интереса плюс 2002 контракта это добавление произошло мы это можем увидеть в настройках индикатор опционные страйки за три дня можно также поставить добавление за один день к примеру на дневном графике страйки поставить 35 дней чтобы видеть добавление за неделю а на 15 минут нам поставить один день чтобы видеть в течение дня добавления то есть получается мы видим что на страйке 80 прошла сделка но добавление не было даже уменьшение колов открытого интереса на 578 контрактов то есть скорее всего эти 578 контрактов они включают в себя закрытие вот этой позиции на 225 контрактов потому что если крупная сделка проходит она влияет на увеличение или уменьшение открытого интереса в этот день по этой новой сделки 393 контракта мы уже увидим добавление на следующий день открытый интерес по опционам обновляется в районе пяти утра это происходит один раз в сутки то время как изменения по открытому интересу по фьючерсам происходит два раза в сутки на закрытие американской сессии и уточненные данные на открытии американской сессии и так как же мы можем использовать информацию по крупным опционным сделкам своей торговли фьючерсом я вам расскажу про самые рабочие методики а вы для себя уже сделаете выводы одной из них является направленная торговля в сторону открытия новых позиций по call опционам в деньгах то есть получается что мы с вами отслеживаем когда происходит открытие позиций и соответственно будем работать в этом же направлении крупные игроки рассчитывают на рост и по статистике скорее всего цена не будет отсюда падать камнем вниз скорее всего рост продолжится это может быть не сильный рост но преодоление текущих максимумов либо же после локальной коррекции мы все равно будем видеть какую-то восходящую тенденцию это также связано с тем что маркетмейкер когда он продает колы в деньгах а он хеджирует эти позиции то есть ему нужно купить фьючерс для того чтобы у него сохранялся баланс проданных опционов баланс по фьючерсу конечно же наиболее выгодно ему это делать на коррекции и когда срабатывают стопы подставить свои лимитные ордера и купить фьючерс таким образом то есть получается если мы на максимумах рынка видим что происходит добавление открытого интереса по опционам то есть вот здесь например в этот день 598 контрактов по 75 страйку скорее всего это открытие позиции в этот день было это увеличение небольшой открытого интереса и сына после коррекции начинает свое восхождение если же к примеру открываются сделки по путам на максимумах то очень часто с этой зоны мы можем увидеть локальную коррекцию в принципе то что мы видели вот здесь локальная коррекция и так нефть казалось все время весьма дорогой и привлекала шортистов но когда вы видите что открываются колы в деньгах то высока вероятность что рынок не будет отсюда падать очень сильно какая-то будет локальная коррекция но ее лучше использовать для покупок если же например образуются еще в те объемы это вдвойне благоприятно для того чтобы зайти в позицию вот посмотрите здесь снова на максимумах было добавление позиции потом резкая такая коррекция на которой возможно зашли шортисты и потом опять выкуп здесь вот было тоже это добавление 342 контракта локальная коррекция кстати вот в этой точке были хорошие тоже и в те объемы вот они мы видим и market maker получается он мог не хеджироваться прямо здесь на хаях он поспособствовал продвижение цены вниз потому что понимал что здесь в зоне спроса сосредоточены стоп лоссы и здесь уже принял эту позицию конечно это для него гораздо более выгодно в этой ситуации и так функция опционные страйки она дает возможность конечно же отобразить не только в деньгах опционы нажимаем установить и загрузить и видим уже большое количество опционных сделок не только в деньгах но пожалуй гораздо больше шума то есть получается и путы и колы открываются то есть гораздо сложнее принимает решение до бывают открываются хорошие сделки буквально по калам на минимумах хорошо если это совпадает с и чуть-чуть объемами останавливающими но здесь нужно очень хорошо уже фильтровать ту информацию потому что сделок достаточно большое количество и так что нам показывает сейчас на данный момент улыбка волатильности и функция выплат по функции выплат можно быстро определить что наименьшие выплаты по опционам если бы сейчас проводилась экспирация экспирация у нас 16 11 а сегодня 29 10 они находятся гораздо ниже текущей цены а именно вот здесь то есть получается что маркет мейкеру выгодно чтобы цена снижалась но конечно же он уже перестраховал себя базовым активом в общем-то по этой причине это вы этот базовый актив и рос все время так как покупали скалы и в то же время маркет мейкер на коррекциях там где было страшно все продавали нефть он хеджировался то есть покупал фьючерс потому не обязательно что цена туда дойдет к экспирации но тем не менее уровне наименьших выплат они являются ключевыми тогда когда цена подходит к этим уровнем потому что маркет мейкер зачастую хеджируется на этих уровнях то есть это самая выгодная точка открыть хедж потому стратегия и чуть-чуть объемы когда образуется на уровнях наименьших выплат по опционам весьма неплохо отрабатывается что касается улыбки волатильности то здесь четко видно что левый край улыбки волатильности выше чем правый колы гораздо дешевле чем путы то есть получается что и уровень наименьших выплат внизу и путы дороже внизу то есть участники больше закладывают снижение и если снижение это будет происходить маркет мейкер скажем так не будет уже против для него это не будет каким-то риском таким образом именно улыбка волатильности показывает какие риски дороже от падения цены или же от роста цены но плюс мы можем увидеть ожидаемую волатильность на ближайший месяц 33 процента то есть волатильность ожидаются довольно высокой давайте еще посмотрим на дневном графике как отрабатываются опционные страйки это график меди здесь как вы видите опционные страйки с максимальным открытым интересом были сосредоточены на уровне 48 475 465 эта зона конечно же выступает достаточно сильным сопротивлением для цены потому что маркет мейкер все-таки будет защищать эту зону дабы эти опционы не вышли в деньги возможно кто-то считает что это миф то что области с крупными опционными страйками защищаются маркет мейкером но тем не менее когда мы посмотрим исторические данные очень часто можно увидеть что эти зоны выступают действительно уровнем сопротивления если это пока ламп или же уровнями поддержки если же это путы для того чтобы более точно посмотреть мы должны открыть вот этот день разворота 13 10 2021 загрузить его и посмотреть где находился опционный страйк самым крупным открытым интересом по путам вот мы видим что цена четко абсолютно отбилась от максимального открытого интереса по опционному страйку со всей линейки опционных страйков также что бросается в глаза это очень сильный рост открытого интереса по фьючерсам во время этого падения ларри вильямс к примеру утверждает что большой рост открытого интереса при усилении продаж говорит не о продолжении тенденции а о скорейшем развороте тенденции по статистике то есть это дополнительный фактор в копилку для принятия решения также бывает что опционный страйк самым крупным открытым интересом может совпадать с уровнем наименьших выплат по опционам это даже может усиливать сигнал потому что здесь сосредоточен двойной интерес маркет-мейкера то есть он с большой вероятностью если это будет подтверждаться и черти объемами еще на экстремумах может принять позицию при усилении продаж можно также увидеть что цена довольно часто разворачивается или же отскакивает от уровней наименьших выплат по опционам и в этих областях можно смотреть и находить точки входа то есть особенно вот по тренду когда маркет-мейкер хеджируется в зоне наименьших выплат это может происходить очень даже часто нужно быть очень внимательными потому что бывает такое что тренд усиливается при пробое крупного опционного страйка с большим открытым интересом или же при пробое уровня наименьших выплат потому в этих зонах нужно быть очень внимательным потому что маркет-мейкер может наоборот усиливать свой хедж то есть получается что не останавливать цену в этой зоне он понимает что он этого не сможет сделать соответственно начинают хеджироваться и таким образом еще больше усиливает движение по базовому активу потому все нужно анализировать в контексте с фьючерсным рынком то есть опционный рынок смотреть как дополнительное подтверждение к своим решениям которые вы принимаете на фьючерсном рынке в любом случае эти решения должны быть логичными и основываться на фактах об анализе потоков ликвидности которые происходят на финансовых рынках и о движении крупного капитала то есть наблюдать за следами крупных игроков на рынке и так давайте подытожим информацию первое крупные опционные сделки в деньгах на тренде используются для того чтобы получить подтверждение о продолжении тренда и зайти на коррекции лучше преобразования останавливающих и черти объемов или других подтверждающих сигналов если же на восходящем тренде происходят крупные опционные сделки в деньгах по путам то скорее всего с этой области будет локальная коррекция если же на нисходящем тренде происходят крупные опционные сделки по путам это означает также может быть коррекция с этой точки потому что очень большой страх того что цена пойдет вниз то есть потому что при падении страх гораздо выше чем при росте потому массовая покупка путов даже в деньгах на минимумах может говорить о том что цена больше не пойдет вниз потому нужно сопоставлять информацию с и черти объемами второе мы можем использовать опционные страйки для того чтобы работать от них в контр тренд при подтверждающих сигналов со стороны фьючерсного рынка и также можем использовать уровне наименьших выплат тоже для того чтобы зайти по тренду при наличии сигнала от фьючерсного рынка потому друзья пользуйтесь данными инструментами чтобы ваша торговля была эффективной всем хорошего дня на связи пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok